Всем привет! Притутуб Солнечная Италия на проводе. Кстати, я вчера сказала, что это пижама. Это не пижама, это спортивный костюм. В нем, кстати, неудобно спать, но я вот сейчас выбегала, покупала бештыки, там покупала почеревку, хлеб, картошку. И одевала просто сверху курточку, одевала кеды, и штаны смотрятся, естественно, как спортивные. То есть его можно носить как спортивный костюм. То есть не написано, что пижама. Сразу отвечу... А, сразу давайте покажу. Мы вчера ходили, когда за покупками, зашли в магазин Кико. Купили новую тушь для ресниц. Ну, у меня... О, сейчас будет, наверное, машинка слышно, как работает. У меня, наверное, на глазах будет не видно, на ресничках сам цвет, наверное, не передаст. Вот, ну, кто знает, кто не знает, Кико, все производство продается в коробочках, очень красиво сделано. Вот такая вот тушь. Я, в принципе, тушь от фирмы, от марки Кико, я не очень ее люблю. Ну, не знаю, почему, как-то вот у меня с ней не складывается. Но, тем не менее, опять пошли, попробовали. Кисточка обалденная, цвет такой насыщенный. Не знаю, если передаст камера. И кисточка самоклассная, и цвет такой, знаете, цвет морской волны. То есть он не синий, не знаю, если там, наверное, в зеленку вам будет отдавать больше. Вот видите, какой-то он светло-светло-голубой. На ресничках. Не знаю, если будет видно. Вот, купили тушку, я сегодня попробовала ее покрасить. Спрашивали, Марина, как вы без машины, вам удобно? Мне неудобно, когда вот если куда-то ехать надо. Естественно, я не вожу и неудобно. Если бы у меня была возможность, я бы все равно бы, наверное, нанимала бы водителя. То есть я машину, нет. Это не для меня вообще просто. Наверное, было бы легче ее везти в самолет там, где ни с чем нельзя столкнуться. И пространство огромное, понимаете? Я, а машина это все, это мой первый перекресток будет. Я очень боюсь убить человека. Я уже несколько раз говорила, вопросы один и те же поступают. Также для девчонок спрашивали, Марина, чем вы красите волосы? Девчонки, несколько раз показывала, что я все время красилась вот этой вот краской. Гортье, ганьер, как оно правильно называть. В тоне, сейчас я вам скажу, вот он написан, 111 тон. И мне очень нравилось, потому что волос был очень равномерно красил. Особенно вот сейчас, как только появляется свой отросший волос, если бы я его сегодня покрасила, было бы еще лучше. То есть оно бы не отдавало в желтизну. Но сегодня я краситься не буду, у меня не будет времени. Завтра тоже у меня не будет времени, поэтому уже после праздников. Потом я перешла вот на эту лореальку. Я говорила, что она у нас почти 10 евро. И там все начали говорить, о, это неправда. Тоже об этом говорила. Первый номер, по-моему, обрезан. Говорили, что это неправда, у нас такая краска там по 4 или по 3. Но потом девчонки тоже рассказывала, присылали фотографии или на Фейсбук, или ВКонтакт, что краска действительно у нас стоит около 9 евро. Я ей красилась несколько раз, наверное, раза 2-3. Сначала мне она понравилась, когда был короткий отросший волос. Потом у меня появились сомнения, у меня как-то он не выравнивал волос. Мне не симпатично было. И, в общем, опять я вернулась вот к этому цвету. Я его уже столько раз показываю. Я представляю девчонкам, которые смотрят уже долго видео, они уже наизусть знают мои слова. Но тем, кто новенький, кто спрашивал, вот эта вот краска на мне сейчас, и я продолжаю красить с этой краской. И я держу в сумке вот так вот обрезанные кусочки, чтобы не потерять. И если краска нужна, чтобы я не перепутала краски. Вот, что еще хотела сказать. А, я говорила, что, кстати, я сегодня ходила в магазин, выбегала, выбегала в этом спортивном костюме. Одевала курточку, кеды. И, кстати, он смотрится, он как, я вчера сказала, что это пижама, но это спортивный костюм, это не пижама. Покупала в магазине Телли Вэй, по-моему. Я говорила, что я там часто в Софии кофты покупаю. Там очень красиво сделано, на спине не видно, с сердечками сделано. И нах, красиво, карманы есть на кофте. То есть, это как спортивный костюм. В нем классно выезжают на шашлыки, на природу, естественно. И по квартире, как бы, приличный вид. София ушла на улицу, пришел Марка. Они пошли там что-то покупать, какие-то там бенгальские огни на Новый год. Настроения новогодние. Вас еще раз, знаете, когда предпоследние видео перед Новым годом, хочется поздравлять, поздравлять и поздравлять. И что не пожелаешь, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Маруся, не мешай мне молоко, тебе все равно не дам. Куда ты текаешь? Куда? Куда ты текаешь? Вот, Карл вообще приехал с Рима, это было два с половиной ночи. Мне вчера с Байкалом были неприятности. Я где-то вычитала, что перед Новым годом нельзя убирать. Думаю, ну все, убирать же не буду. Вот, и, короче, как раз вчера все подготовила, поменяла постель. У меня были постираны одеяла, я стираю, как и пуховые одеяла, так и детские одеяла. Я стираю, которые под одеяльник засовываю. У меня было все постирано, Байкалу стало вчера плохо, у него судороги, и он мне, грубо говоря, описал два моих одеяла. Ну, закончилась как раз машинка для мытья посуды, сейчас включу стирку. Как раз еще все перестирала, чтобы в Новый год все было перестирано, все. И у него начался приступ, он у меня упал на кровати, не успел спрыгнуть. И у него вот это вот мочеиспускание, или как правильно сказать, началось. А я как раз еще кровать, я сплю с Сашей, кровать у меня разложена. Я когда ее закладывала, получилось, что я одно одеяло положила. Одно одеяло вот так вот развернула, положила, получается, до спальной кровати. И Сашкина точно так же, то есть половина Сашкина в одеяло еще на мое зашло, да. Вот, и сверху укрыла чистым покрывалом таким, знаете, мягким, как вот модно. Ну, может, сейчас не у всех модно, 90-е годы уже прошли, но мне нравятся такие, знаешь, они как пелюшевые, как игрушечные, такие мягкие. Одеяло чистое тоже, оно у меня пахло, и я его настирала. И в кондиционере прям вообще запах от него был классный. В итоге он у меня писался, у меня опять эта стирка, опять эти одеяла, опять эти пододеяльники, и опять это здоровое одеяло, естественно, оно не успевает ничего сохнуть. Ну, в общем, я вчера так расстроилась, настроение упало, как из-за Байкала настроение упало. Вот, точно так же, как из-за того, что настирал, все уже было готово к употреблению, а в итоге получилось так, что опять это все по новой перестирывать, и вообще, мне прям обидно стало. Я вчера же заплакала, думаю, блин, стараешься, 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 стараешься. Там кто-то написал, я думаю, почему Баба-Яга все время, не, она как-то мне написали. Ну, имели в виду, что, типа, я Баба-Яга все время с веником и со шваброй. Ну, что, типа, а я думаю, почему Баба-Яга так любит веник и швабр? Ну, что такое. Потом еще какой-то вопрос был, давайте я сегодня про вопросикам отвечу. Завтра за подарками я иду докупать подарки, которые мне не хватает. Мы вчера опять разговаривали, бурно фантазировали. Вот это вот, знаете, итальянцы, они так готовятся к Рождеству. Вот толпа людей в магазинах, все бегут с подарочками, с бумагой, которую будут заворачивать эти подарки. Опять же говорю, я вот это вот Рождество их не отвечаю, отмечаю только потому, что, ну, дети отмечают, и я как бы отмечаю. Ну, в том плане, что, ну, как один тоже себе сделать подарок там лишний раз. Вот. А так, конечно, у меня начинается все, как у всех нормальных людей, не католиков, у меня начинается с Нового года. То есть для меня вот мы едем к Анжеле и идти искать подарки. Вот это вот настроение новогоднее, оно у меня вот сейчас только начинается. Вот эта вот бумага, в которую мы будем все это закручивать, оно у меня начинается только сейчас. Кика, что ты там робишь? Эй. Ну, и, в общем, короче, завтра уже тоже побегу, докуплю то, что мне надо было сделать, потому что жалко, что не придет мой курьер. Я посчитала, что завтра уже 31-й, он, наверное, точно не приедет. Надо сейчас будет почту проверить, если на почту присылали какое-то сообщение, что посылку отправили. Возможно, придет до Нового года, но я не надеюсь. Хоть и все, что мне пожелаешь, все сюда сбывается, но я думаю, что это не сбудется. Большое спасибо, по-моему, девочку. Я не знаю, можно, давайте, я не буду говорить имя и фамилия. Имя начинается на букву Т, фамилия начинается на букву Б. Огромное вам спасибо. Просто я не знаю, можно ли ваше имя говорить на Ютубе. Поэтому я вам выражаю огромное благодарность за то, что вы перекинули деньги на наш Пайпол, который, кстати, написан под видео. Огромное вам спасибо. Я обязательно куплю что-нибудь девчонкам завтра от вашего имени. Огромное вам спасибо, что вы написали с Новым годом и денежку отправили. Огромное вам спасибо. Кстати, вы нам уже второй раз отправляете. И многие даже говорят, Марина, вот вы то забываете сказать, вы то забываете сказать. Но я просто не записываю сам себе план, что кому сказать. Может быть, хотя бы и нужно было бы. В общем, огромное вам спасибо. Вам тоже с Новым годом. Всего самого доброго. Главное это здоровье, а остальное вы все сами себе купите. что вы пожелаете, огромное вам спасибо еще раз вот, потом писали за песню Артура Кульповича которая уже на ютубе, наверное месяц или даже полтора, если не два, и я говорила как только выйдет клуб Артура Кульповича на песню Пингвины, я дам знать но у меня опять же, и там в комментариях Марина, вы обещали, он же вас друг почему вы так с ним поступаете, дайте ссылку на его канал, в общем я под этим видео оставлю ссылку на песню Пингвины, всем полюбившимся в этом году Артура Кульповича и вы можете уже или скачать, или посмотреть главное, оставьте ему положительный комментарий, пожелайте его всего самого главного в новом году, ну и передавайте конечно от меня привет, потому что я его долго уже не слышала но в любом случае, у меня просто не потому что я там друг, пообещала не сделала я просто забыла, у меня тоже есть какие-то свои проблемы, которые мне надо решать, какие-то дела, которые надо бы решать, и я их просто не решаю потому что мне лень ну в общем, ссылочка под видео на канал Артура Кульповича и однозначно на песню пингвины. А где-то бегут пингвины, та-та-та-та-та, олени, дофени, дофени, Маруся, не мешай, ну не мешай, ну не мешай, ты мне, ну, красотуля. Вот. Вот такие вот новости. На сегодня я не буду много задерживать. Я думала, сделаю такое коротенькое видео, с вами поболтаю. Давно видео болталок не было. По-моему, она все такие вопросы ответила, которые задавали. Вам огромное спасибо за комментарий. Я опять ждала комментарий по поводу носа невесты Лино. И опять пошла пересмотрела видео, потому что опять комментарии. Девки, я не знаю, что вы там нашли в том... Нос как нос, повесила себе сережку, господи. Опять же, я когда ее увижу, вот мне даже само интересно, я просто спрошу, это у нее остатки роскоши от того имиджа, который у нее был раньше, или же это вот просто потому что человеку нравится. Я даже как-то, ну я не знаю, я вот честно говорю, я не заметила, я не обратила внимания. Я вообще как-то на внешность, в последнее время особенно, внимания не не уделяю так человеку. То есть для меня уже прям как практика, несколько раз уже в жизни тебя берет как котенка, а так вот в одно и то же, знаете, где котенок опысился, а тебя так вот туда вот носом, потому что ты иногда забываешь, начинаешь жить в своем мире, ходишь по облакам, и иногда тебе говорят, Марина, спускайтесь на землю, потому что здесь все реально, не так все происходит, как вам кажется. Вот, наверное, и все. Завтра уже пойдем делать большие покупки, купим понетон, потому что, естественно, понетон у них едят на Рождество, но так как мы поедем на Новый Год, на Новый Год надо еще Саше какую-то кофточку или дома посмотреть, что-то такое нарядное, потому что брюки мы купили. София себе обыкновенную какую-то черную кофточку выбрала. Вот, Карлос, вот завтра тоже пойдет, рубашечку надо будет нагладить. Не знаю, в общем, короче, в таком привкушении, я знаю, что моя мама, мамзул, тебе привет, моя мама, она уже начинает делать все на селедку под шубой. Ой, блин, говорю, у меня аж мурашки текут. Домой хочется. Вот, и это самое, я знаю, что уже будут нарезать салатики. Меня вообще в последнее время посвящают мысли, я так бы хотела вернуться, жить на Украину и есть вещи, которые тебе этого не позволяют сделать, но это уже не в этом видео, но мне бы хотелось бы вернуться, ну как, мне тоже вернуться и окончательно там засеть, но мне хотелось бы какой-то промежуток времени проживать там, допустим, 2-3 месяца, а потом приезжать сюда проживать 2-3 месяца. Вот именно вот так вот. То есть я без Италии уже не смогу жить, но и все-таки я поняла, что там, где родился, там и пригодился. Ну, в том плане, что Родина, она есть Родина, она тебя выучила, дала тебе образование, дала тебе первого ребенка, дала тебе вообще какую-то с ее страницы, с ее листа вы начали свою жизнь. Ну, в общем, как-то так. Иногда скучаю. Ладненько, все, на этом точно уже будем заканчивать. Бой, я сейчас как-то так, ностальжея у меня пошла. Говорит, уберите эту бутылку. Я туда еще и поставила гирлянду новогоднюю. Мне нравится эта бутылка. Я не знаю, как она будет смотреться. Ой, нос чешется. Кто-то равно сдаст или будет пить. Начинаем отмечать. Мне очень нравится эта бутылка. Я не знаю, как она будет смотреться, когда я уберу всю гирлянду. Почему она, кстати, не горит? Подождите минутку. Я не знаю, как она будет смотреться, когда я уберу вообще вот эту вот всю гирлянду. Возможно, она будет смотреться очень грубо. Но она мне очень нравится. Они, кстати, в Италии сейчас очень модные эти бутылки огромные. Их, кстати, даже тяжело очень найти. А если вы будете покупать, она будет стоить около 30 евро такая бутылка. То есть ее еще можно продать. А, еще я хотела после них комментарии. Девочки пишут. Девочка или девочки написали. Там были лайки под комментарием, что типа Марина, вы как вампир. Иногда снимаете, закрываете ставни. У меня, мы даже с Карлос на эту тему ругались, потому что он любит просыпаться с... И дети тоже. Он любит просыпаться с солнцем. С первыми лучами солнца. Восход. Я не знаю. Меня раздражает вообще просто солнце. Вот поэтому я все время отпускаю ставни. Возможно, летом еще свет, оно как-то равномерно высвечивается. Когда вот сейчас зимой получается, то на этом окне уже света меньше, на том окне света больше. Камеру неизвестно, как поставить. Включаешь лампу, тоже перебивает свет. И, в общем, поэтому... Хотя, да, вы знаете, я в очках вот... Я зимой и летом в очках. Я даже когда на улице не очень сильно пасмурно, но пасмурно, я все равно в очках. Меня раздражается. У меня начинаются слезы. И мне глаз устает от света. Даже когда он что-то готовит, и на кухне есть свет, я иногда, бывает, сижу за компьютером, и окна открыты. Я сижу в очках, потому что я не могу. У меня свет вообще просто... Не меня он лично раздражает. У меня раздражает глазное яблоко, и я потом начинаю нервничать. В общем, как-то так. Да, я с вами согласна, что иногда света не хватает, потому что я так вот ставни опущу. Вот я сейчас сниму видео, отпущу вот так вот ставни. Все, я вот так вот сейчас сяду. И все, вот это вот мое состояние. Никого дома... Софики дома нет, Карлоса дома нет. Сашка смотрит телевизор с девочкой на телефоне, и все. Я села себе свои дела, которые мне надо делать. У меня вот такое вот состояние затемнения. Понимаете? И меня не приучить. Вот как-то так. Не знаю. Меня сверху раздражает. Может, какое-то психическое заболевание. Я не знаю, потому что мне там написали. Вы психически больной человек, вас надо убрать от общества, потому что не может в таком количестве нравится фиолетовый цвет. Ну, я не знаю. Нравятся яркие цветы красок. Причем фиолетовый и фуксия. Цвет такой насыщенно-розовый. У меня в последнее время началась одна него вот эта вот болезнь. Последние там несколько лет. Он постепенно там фиолетово-светлый он начался в одно время, потом немножко еще ярче, потом ярче. И даже ногти у меня вот такого вот цвета. Вот мне нравится. Вот какое-то это состояние души какое-то, наверное. Ладненько, все. Девочки, мальчики, мужчины. Всех с наступающим Новым Годом. Завтра Новый Год. Вы как раз посмотрите это видео. И потом вы тоже, наверное, готовитесь. Девочки, напишите, что приготовили. За подарки так будет интересно. Я завтра буду снимать видео. Обязательно перед тем, как ехать к Анжеле, я покажу подарки, которые мы будем готовить. Потому что я знаю точно, что никто, ну, многие там из приглашенных не захотят сниматься на видео, потому что никто не хочет читать потом комментарии про себя красивых. И мне придется, наверное, закрыть комментарии к видео, которое буду снимать у Анжелы. И мне очень жалко, потому что я знаю, что Анжелка, если ты смотришь это видео, Анжельчик, пересмотри эту тематику, потому что тебя очень много смотрят людей, которые тебя любят. Я знаю, что Анжелы будет красиво за сервированный стол. Я обязательно сниму для поклонников творчества Анжелы. У нее есть инстаграм Анжела Мора 15. Приходите, подписывайтесь, где она выставляет свои какие-то блюда, как она оформляет кухню, дом. У них очень красивая елка. Я обязательно сниму елку, обязательно сниму стол, сниму посуду, потому что я знаю, что очень многие девочки именно вот любят бывать у Анжелы в гостях. И сам ее подход к вести хозяйство. Смотрите, у меня аж сразу поднялась настроение, энергия какое-то, когда я о ней заговорила, как-то заиграла. Потому что я знаю, что это будет красиво. И очень жалко, что мне придется закрыть комментарии. Естественно, девчонки не захотят сниматься, вам придется видеть мое лицо и Карлоса. Деток я обязательно сниму, потому что я... Вот только хотела закончить. Деток обязательно сниму, потому что на днях пересматривала видео, когда еще у Анжелы была, Сонечка маленькая, такая вообще маленькая. Сейчас уже такая невеста подрастает. Ну, в кавычках, естественно. И обязательно, конечно, сниму, чтобы на память потом осталось. Ну, в общем, в принципе, сниму елку, сниму стол, сниму угощения. Все для вас, для почитателей художественного занятия Анжелой кулинарией. Все. На этом буду точно с вами прощаться. Кто пришел? На этом с вами буду точно прощаться. Все. Всем привет. Всех с наступающим. Всем хорошего настроения. Если иногда всплакнете, перед Новым годом бывает. Это все нормально. У меня тоже такое бывает. Главное, отпускаем все плохое. И все. Говорят под Новый год, что не пожелаешь. Всех врагов пошлешь и пусть не возвращаются. Все. Всем пока-пока.